Гражданский брак – это брак или это сожительство? С юридической точки зрения разберемся. Когда не расписаны, это уже не гражданский брак. На кого оформлять? Например, на мужчину. После того, как вы разойдетесь, никаких вправ на это имущество вы иметь не будете. По теории поколений, почему такая ситуация происходит, сейчас очень много гражданских браков. Я все сделал правильно, вот мои родители, моя семья хотя бы мне скажут «молодец». Зачем вы говорите, что вы в браке? Вы не в браке. Это подмена понятий. Прежде всего, нужно девушке задать себе вопрос, а хочу ли я, чтобы мои дети были похожи на него? Девушка проигрывает, мужчине удобно, он за вами уже не ухаживает, ту сумму уже не тратит. Постоянная, доступная, интимная жизнь. Всем здравствуйте! Здравствуйте! С вами снова мы, психолог Эльвира Емельенчикова, системный семейный терапевт, сертифицированный гипнолог. И у нас в гостях юрист, семейный юрист Волкова Юлия Витальевна. Здравствуйте! И сегодняшняя тема нашей встречи – это гражданский брак. Гражданский брак – это брак или это сожительство? Ну, давайте, да, с юридической точки зрения разберемся, что такое гражданский брак. По закону гражданский брак – это брак в зарегистрированных органах ЗАГС, да? То есть зарегистрированные свидетельства заключения браки. Гражданский брак – это брак, грубо говоря. Между двумя гражданами. Между двумя гражданами. А вот уже, как в народе у нас, да, понимают, вот я живу, да, общественное мнение в гражданском браке, там, с мужем, с женой, гражданский супруг, но мы не расписаны. Когда не расписаны, это уже не гражданский брак. Гражданский брак, когда как раз-таки они расписаны, супруги, в органах ЗАГС. А вот с психологической точки зрения, ну, возможно, кому-то, наверное, так проще думать. Это вот, наверное, вы уже расскажете, вот, чем люди руководствуются, когда говорят, что они в гражданском браке, а на самом деле просто живут вместе. Просто живут вместе, да, я согласна с вами, что они иногда считают, что они партнеры, что они муж с женой, и называют себя так. Мой муж, моя жена, но на самом деле они не расписаны, они просто вместе проживают. Ну, какие тут минусы и плюсы? С психологической точки зрения, это те люди, которые живут вместе, но не взяли ответственность друг за друга. Не зря же в ЗАГСе спрашивают, вы берете в жены эту девушку? Или вы согласны быть женой этого мужчины? Вы согласны? Вы дали согласие? Да, я даю согласие в ЗАГСе перед своими родственниками, перед представителями закона о том, что я всю жизнь обещаю и так далее. То есть, когда они просто живут, это как будто бы они просто временно. Временно, да, то есть, ну, на самом деле нет ничего более постоянного, чем временно. Вот вместе поживем, посмотрим друг на друга, подходим мы друг к другу или не подходим, а потом будет ясно, будем вместе или разбежимся. На самом деле это говорит о том, что нет ответственности в данном решении. За себя или вообще в принципе, или может кто-то не уверен почему-то? За себя, скорее всего, или за партнера, да, может быть кто-то не уверен, может быть действительно это их несерьезное решение, просто решили пожить. Но с другой стороны, какие тогда требования предъявлять, если это тебе не муж и не жена, то есть как будто бы безответственные отношения. Плюсы-минусы. Скажите, вот в таком случае, если пара живет и они не зарегистрировали отношения, в таком случае можно ли создать брачный договор? Или он тоже не будет иметь юридической силы? Ну, смотрите, брачный договор, само название говорит о себе, брачный договор. То есть договор заключен либо в браке, либо лицами, которые уже подали заявление на регистрацию брака. То есть, повторюсь, как ранее сказала, брачный договор, это уже предполагает наличие гражданского брака. То есть то, что сейчас мы, например, говорим о сожительстве, можно ли заключить именно брачный договор? Заключить нельзя, потому что, да, вот ранее тоже говорила, что брачный договор заключается у нас только с момента регистрации, либо в браке. Но когда люди живут в сожительстве, они же не как юридические, их имущественные права, незарегистрированные, незаконные, они просто нет защиты. То есть защитить возможно, но это уже будут какие-то, например, другие соглашения. Например, если люди живут, например, 5-10 лет вместе, да неважно, даже год, но они приобретают какое-то имущество. И как часто бывает, да, вот имущество, например, квартиру приобретают, а на кого записывать? Например, на супругу или на супругу в браке. Это понятно, на кого записывать, в любом случае это будет делиться 50 на 50. Например, когда люди живут вместе, да, в кавычках, в гражданском браке, просто в сожительстве и покупают какое-то движимое-недвижимое имущество, на кого, да, оформлять? Например, на мужчину, допустим. Вы должны понимать, что после того, как вы разойдетесь, никаких вправ на это имущество вы иметь не будете, за исключением случаев. Опять же, конечно, нельзя, да, категорически так говорить, что если вы только в судебном порядке, да, не подадите иск, не потратите денежные средства на госпошлину, на квалифицированную юристу, и у вас будет действительно доказательная база того, что вы как-то вкладывались, да, денежно в это имущество, либо будет у вас доказательство, что вы деньги переводили именно на покупку этой имущества, то возможно. Но в современных реалиях мало кто об этом думает, поэтому брачный договор, да, в гражданском браке, в кавычках, в гражданском браке заключить нельзя, но просто какое-либо другое соглашение, да, между лицами, это возможно. То есть либо сразу, когда вы что-то покупаете, например, квартиру, квартира, и просто будет сразу два собственника. То есть покупайте складчину. То есть точно так же, да, вот вы покупаете складчину, просто это оформляете. Вот с психологической точки зрения, вот какие минусы? Нюансы такие. Вот вы правильно сказали про защищенность, да, в ситуации, когда пара проживает совместно, но не оформила свои отношения. Официально женщина, она как будто более уязвима, она ничем не защищена, потому что, ну, ее срок молодости и срок ее деторождения, он имеет какие-то пределы. То есть если мужчина может пробовать несколько гражданских браков, и каждый раз разрывает одни отношения, уходит к другим, то есть не повлияет на его воспроизводство потомства, да, то есть у девушки это, к сожалению, но у женщины меньший срок. Поэтому она в этих отношениях ничем не защищена. Она может рассчитывать, опять же, только на себя. Если такие отношения разрываются, то есть она в более стрессовом состоянии, потому что у нее ничего нет, как вы говорите, у нее нет недвижимости, у нее нет никаких юридических гарантий, то есть она как рассчитывала на себя, так и рассчитывает. А бывают, даже есть у нее средства, но просто почему-то, да, на мужчину что-то записывать, как женщина думает, я же все-таки жена, то есть давай преимущество, давай от тебя отдадим мужу, и половину возьми моих денежных средств, да, мы вместе накопили, и запиши на себя, потом как-нибудь разберемся, все как-нибудь, 20 лет мы разбираемся в суде, и не всегда успешно. К сожалению, по теории поколений, почему такая ситуация происходит, сейчас очень много гражданских браков, то есть тех браков, которые юридически не подкреплены ничем, теряются ценности. То есть если раньше транслировались ценности семьи, брака, то сейчас это, к сожалению, не так актуально, и многие люди пробуют пожить вместе. Но на самом деле это не совсем хорошо, потому что мы друг другу ничего не обязаны, мы живем какой-то такой легкой жизнью, и тут нет никаких договоренностей. То есть семья живет, проживает, она даже не семья, хотя многие предполагают, что это истинная семья. Но если происходят какие-то моменты, какие-то кризисы, такая пара приходит на консультацию и говорит, ну что ты мне предъявляешь, какие претензии, я же тебе не муж, я тебе ничего не обещал, ничего не обещали. Ну а если муж, то что все равно можно? Если, допустим, все-таки муж обещает, то можно как-то вас за слова подтянуть, или что такое? Нет, ну хотя бы есть какие-то рычаги воздействия. Просто вот это слово «законный муж», оно решает, или «законная жена», да, как-то, или как? Ну тут есть какие-то такие гарантии, именно по... Психологически, да, наверное? Психологически, скорее всего. Ответственность, да, потому что та женщина, которая, ну, живет с мужчиной, не расписавшись, да, получается, что она, ну, обесценивает, что ли, себя, я могу просто так пожить. А почему она это делает? Вот тоже интересно, вот все, что вы говорите, нам, например, всем уже известно, что вот это вот гражданский брак, имущества у меня никакого нет, но почему-то все равно соглашаюсь на это. Почему? Ну потому что тенденция времени такова, что сейчас многие так делают. Только потому что так все делают? Потому что вам, ну, невозможно уже запретить, да, вот приходят молодые люди, говорят, кто мне запретит? Никто. Мне 20 лет, мне 25, мне 30 лет, мне никто. Мама с папой мне уже не являются гарантией, то есть авторитетами они не являются, они не могут мне запретить. И такие люди считают, что они самостоятельно имеют право строить жизнь так, как они хотят, потому что они никому ничего не обещали. Но, к сожалению, что ты живешь в гражданском браке, что ты в официальном браке, да, вы правильно сказали, те же могут быть проблемы, те же измены, те же и кризисы, те же ссоры, те же обиды, даже драки, да, то есть всякое бывает в браке. Но дело в том, что хотя бы такой момент, как психологический момент, что я замужем, я хотя бы, или там я женился, я перед своими родственниками... Некое чувство стабильности, Некое чувство стабильности или ощущение того, что я все сделал правильно, вот мои родители, моя семья хотя бы мне скажут, молодец, ты сделал классно, ты правильно, ты ответственность сделал за эту девушку. То есть и перед самим собой я выполнил это условие, я это сделал, но это не гарантирует, не гарантирует счастливой совместной жизни. То есть все равно эти кризисы, которые проживает пара, она их проживает как в гражданском браке, так и в официальном браке. Только вот какое отличие, например, в официальном браке наши права все-таки как-то защищены супруг-супруги, и кризисы тоже есть, а в гражданском браке, ну как гражданском, мы уже поговорили, в кавычках гражданском, при сожительстве те же самые ситуации, те же самые проблемы, а вдобавок ко всему еще наши права не защищены, получается, ни одного из супругов. Вот что, вот как вы думаете, вот что нужно сделать, чтобы до людей уже доходчиво объяснить, на самом деле это большая разница, то есть даже не то, что нужно регистрировать, не хотите, не регистрируйте, ну зачем вы говорите, что вы в браке, вы не в браке. Ну это подмена понятий, подмена понятий мы не можем... Она специальна или нет? Вы думаете, кто-то специально разрушает институт семьи? У меня есть такое предположение. Я думаю, нет, не институт семьи, вот может быть, девушка, например, когда находится в сожительстве, и может, предложение долго не делает, и она говорит, что она в гражданском браке, может, и как-то спокойнее жить, или... Ну никто же не запрещает жить там, где она раньше жила, то есть встречаться. Минусы какие? В гражданском браке происходит привыкание очень быстрое, то есть когда мы встречаемся, когда мы живем в разных домах, в разных квартирах, на разной жилплощади, и встречаясь, это чувство, желание быть вместе, завоевывать, даже телесные ощущения, они гораздо острее, то есть это стадия первая, когда мы встречаемся. Но когда мы стали жить вместе, у нас вот эти чувства, они очень быстро разрушаются, а что? А быт. То есть это уже как бы получается у нас вторая стадия, мы как будто охладели друг другу, и мы уже испытываем некое отторжение, не такая уж она прекрасна, не такой уж он умный, и начинаются конфликты. То есть наоборот, многие психологи советуют как можно дольше сохранять вот эту первую фазу общения. Сколько, например? Это интересно. Да пока не сделают предложение. То есть если через месяц? Ну это уже ваше желание соглашаться или нет. Вы же можете тоже потянуть, сказать, ой, извините, я пока учусь. Вот сейчас я заканчиваю. Оптимальный срок есть какой-то, интересный? Ну хотя бы год. Год. Год это замечательно. Уж какая-то вот временная такая вот проверенность, да, ситуация прошла, вы посмотрели, за год вы привыкли друг к другу, присмотрели. Если желание не пропало, значит можно жениться. Если вы не живете вместе, у вас желание, оно будет нарастать, да, то есть вот это вот желание будет усиливаться. И у вас есть возможность узнать своего партнера в других каких-то ситуациях. Ну, например, некоторые психологи советуют сходить в поход. Или путешествие, потерять чемодан, как я у кого-то слышала. Да, да, то есть проверить супруга будущего в каких-то других неловких ситуациях. Или, допустим, вместе поклеить обои или что-нибудь такое, сделать ремонт небольшой. То есть посмотреть, как его стрессоустойчивость в этих ситуациях. Не только в тех ситуациях, когда мы ходим в парк, в кино, где все очень красиво и хорошо. А вдруг, не дай бог, вот такой момент, да, как он себя поведет. И еще многие психологи рекомендуют все-таки прислушиваться к своим внутренним ощущениям. Да, вот у нас профессора нашего университета нам говорила, что прежде всего нужно девушке задать себе вопрос, а хочу ли я, чтобы мои дети были похожи на него? Если ответ да, это и есть. А когда ты влюблен, может быть ответ нет? Навряд ли. То есть когда ты влюблен, всегда ты говоришь себе да. То есть все-таки вы говорите в этой стадии, которая должна пройти полгода, она обязательно у всех проходит. Просто мы сами сокращаем себе ее именно вот этим сожительством, гражданским браком. Тем моментом, когда вот можно его растянуть, а мы наоборот сократили. Мы чем говорим, чем руководствуемся? Нам так удобно, да. Вот вы вместе живете, уже вам не нужно никуда ходить, общий быт, у вас есть интимные отношения. Зачем эти свидания? Когда дома можно? Зачем в ресторан? Ну, на самом деле, по-честному, девушка проигрывает. Мужчине удобно, он за вами уже не ухаживает, ту сумму уже не тратит, и он понимает, что вы уже его... Гендерное такое преимущество, да, у мужчины? Я себе уже имею в доме... Сами слова говорят за себя. А когда вы на расстоянии, он понимает, что не один он мужчина, да, во всем мире, что он за вами ухаживает, а может кто-то еще приударит за вами. А он об этом-то и не знает, потому что вы вместе не живете. Да если даже и узнает, а вы скажете, я тебе не женат, ты мне не сделал предложение, а он сделал, я выхожу за него замуж. То есть вот какие плюсы. То есть можно сказать, что в основном именно от зарегистрированного брака одни плюсы. А вот если мы говорим именно о гражданском, да, сожительстве в кавычках, плюс с юридической точки зрения, я тоже говорю, что да, мы теряем, у нас имущественные права никаким образом не защищены. А вообще если там дети могут же, да, получиться, много у нас детей, например, да, в стране растет, в браке, который не зарегистрирован, там тоже можно отдельно долго разговаривать. То есть сплошные минусы, то есть психологические точки зрения тоже. А для мужчины есть минусы. Вот вы говорите о женщинах. Вот женщина теряет, а мужчина что-нибудь теряет в этом гражданском браке или приобретает только? Ну, у него меньше минусов. У него сначала вроде бы плюс, у него постоянная, доступная, интимная жизнь. Да, он живет с девушкой, и она постоянно... Но он же не только из-за этого живет. Ну, основная масса сделает. Мы делали даже социальный опрос в своем обучении. И, в общем-то, сказали, что да, из-за этого. То есть это важная часть жизни для мужчин. В основном, да, то есть у него точно так же и быстро теряется интерес. Он точно так же быстро охладевает к вам, потому что вы становитесь, ну, в общем-то, доступны во всех отношениях. Но это же не только, наверное, при гражданском браке. А вот в браке же тоже он может потерять интерес. Что делать тогда? Вот такой вопрос, да, немножко не по теме психолога. Если потерять, надо меняться.